Сегодня мы решим достаточно любопытную задачу. Наш подход к ней будет скорее не алгебраическим, как в предыдущих трех роликах, а функциональным. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Найдите все значения a, при каждом из которых наименьшее значение функции f от x на множестве модуля x больше или равен единице, не менее шести. Думайте сами, пробуйте сами, а затем смотрите разбор. Вот она родная функция f от x, что является ее графиком. Конечно же парабола, ветви ее направлены вверх, поскольку коэффициент перед x в квадрате равен четверке. И если вдруг вершина параболы окажется правее единицы или левее минус единицы, то ее наименьшее значение на множестве модуля x больше равен единице достигается в вершине параболы. И нам бы очень хотелось, чтобы это наименьшее значение было выше шестерки, ну или на худой конец совпадало бы с ней. Подумайте над этим как следует и давайте формализуем все эти словеса. Значение функции в вершине параболы должно быть не менее шести. И это актуально только для вершин, чьи абсциссы по модулю больше единицы. Надеюсь, вы не забыли, как найти абсцисс у вершины параболы. В нашем случае это минус 4a делить на восемь. Чтобы найти значение функции f от x в этой точке, нужно просто вместо аргумента x подставить минус a пополам. Наша функция выдает значение минус 2a плюс 2. Давайте выясним, когда это дело больше или равно шести. Решать тут особо нечего, нам годятся все a не больше и минус двух. Далее разберемся со вторым неравенством системы и выясним, когда абсцисс у вершины по модулю будут больше единицы. Это будет верно для всех, а меньших минус двух, либо больших двух. Поскольку мы имели дело с системой, пересекаем полученные множество решений и получаем ответ для первого случая. Нам годятся все a из промежутка от минус бесконечности до минус двух. Делаем глубокий вдох, выдох и беремся за второй случай. Смотрите, что будет, если вершина парабола окажется внутри отрезка минус один один, сама вершинка может опуститься и пониже шести, но все остальные значения вне отрезка должны быть хотя бы шесть. А где вообще будет достигаться наименьшее значение функции f от x на множестве модуль x больше равен единице? Либо в точке минус один, либо в точке один. Это легко понять из убывания и взрастания нашей функции f от x. Так, необходимые достаточные условия уже написаны. Из первого неравенства получаем то, что a должна лежать на отрезке от минус двух до двух, а чтобы найти f от одного, нужно функцию f от x вместо x поставить, ясное дело, единичку, и наше значение функции будет равно a в квадрате плюс два плюс шесть, и нам бы хотелось, чтобы оно было не менее шести. Тут годятся все a от минус бесконечности до минус двух и еще от нуля до плюс бесконечности. Аналогично находим значение функции в точке минус один. Получаем квадратное неравенство, и здесь все легко. Нам годятся все a от минус бесконечности до нуля и еще от шести до плюс бесконечности. Если вы не забыли, то мы имели дело с системой, так что полученное множество решений мы будем пересекать. Что же попадет в ответ? Смотрите, точка минус два есть и в первом множестве решений, и во втором, и в третьем она спряталась в первом промежутке. Так что к ответу первого случая мы добавим точечку минус два, взяв ее в квадратную скобку. А еще в пересечении всех трех множеств лежит a равное нулю, а больше и никого. Кому это трудно заметить, смотрите на числовую прямую, здесь изображены все три множества. Наш итоговый ответ — это луч от минус бесконечности до минус двух, объединенный с точкой ноль. Все, кому эта задача оказалась по плечам, большие молодцы!